Всю Украину. Как бы сказала Надежда Воронцова, ты теперь... Сомашенье. Мы в ответе за тех. Все? Больше нет вопросов? Марин, я тебя поздравляю. Практически сейчас тебе предложение сделал Юра. Ты приняла его потом? Отблагодарила? Отблагодарила. Скажи, пожалуйста, Маринка, Максимов в одном из своих последних интервью сказал, сейчас я зачитаю, вот, если человек встретит Марину на улице и узнает о ней столько, сколько я о ней узнал, он никогда ее не отпустит. Расскажи, пожалуйста, что же произошло, как тебя встретил и не отпустил Юра? Ну, я скажу так, мы очень похожи с ним. Когда мы познакомились, мы продолжали фразу друг друга. У нас очень много общего, но тем не менее он взрослее, умнее, успешнее, рациональнее, прагматичнее, логичнее и романтичнее меня. То есть это большой плюс. Я всегда мечтала о таком мужчине, и я получила его. А какие романтические поступки он делал? Ты сказала, романтичнее тебя. Ну, то есть он меня удивляет. Удивляет каждый день, удивляет просто так. Ну, чем? Элементарно. Цветы, какое-то слово, которого я не ожидаю. Просто в будний день, без никаких праздников, ничего такого, да? Какой-то романтический ужин. Ну, то есть много вещей. Как же это не похоже на ту Марину, которую мы знаем, прагматичную, разумную, которая все продумывает, которая ни в чем не участвует и наблюдает со стороны. Похоже, шоу «Холостяк» таки раскопала в тебе романтика. Начало раскапывать, а Юра уже докопал. А Юра докопал. Докопал, да. Девчонки, вы рады за Марину? Конечно. Анфиса, я как человек, который жил с ней в течение всего проекта, в одном номере, в одной комнате, то есть мы никогда не были, ну, нас не разлучали. Это было, ну, бесполезно. То есть теперь ты хочешь как-то тоже… Нет, она просто хочет присоединиться к вашей паре с Юрой. Анфиса, я прихожу, говорю, боже, было на свидание. Так было все классно. Так было… Марина поворачивается. Ой, слушай, Куз, перестань эти свои розовые замки, дай поспать. Девочки, вы хоть и не спали с ней весь проект в одной комнате, но это правда? Она изменилась? Кристин? Да, после проекта я наблюдаю перемены в ней, она стала кокеткой. И у нее сияют глаза, она очень расслабленная, очень доброжелательная. Видно, что она наполнена счастьем. Кстати, насчет Мальфарки, мне кажется, что она вот что-то такое предсказала. Вот можно сделать выводы, да? Она тебя назвала бутоном, да, помнишь? Который не останавливайся, иди дальше, чтобы ты раскрылась. То есть, ну, возможно, она просто имела в виду не Максима, а вот что ты через этот проект, ты бутон раскроешься и, ну, придешь к этому своему мужчине. Ну, вот так. По отношению к Максиму Марина же не раскрылась, так и осталась со завязшим, не раскрывшимся бутоном. Марина, ты жалеешь об этом? Мне кажется, Максим недостаточно хотел раскрыть во мне то, что раскрыл Юра. А с Юрой ты счастлива? Абсолютно. Абсолютно счастлива, абсолютная гармония и, знаете, вот, ну, есть любовь с первого взгляда, наверное, она существует. С первого слова. Вы можете об этом в союзе? Вы знаете, ну, во-первых, проект «Холостя, как выйти замуж» выступил как бы трамплином для Марины. На самом деле Марина из тех редких женщин, которые загораются не сразу. Так что Марина должна быть благодарна и проекту, и, собственно, «Холостяку» Максиму. Но вот что касается союза Юрия и Марины, это союз, честно говоря, ракеты. Ракета – это Юра. И ракетного топлива – это Марина. В данном случае эмоциональным двигателем будет Марина. И она поможет Юрию, ну, если сложится у них, выходить на все новые и новые орбиты. Спасибо, Вадим. Наташ, что ты думаешь? Я вспоминаю, когда мы сидели в этой же студии вместе с Мариной. И когда, Анфис, ты помнишь эту историю, когда Марина говорила, «Нет, ну, вот, ну да, я вот не верю в любовь с первого взгляда». Ну, может быть, она где-то и бывает, но это не про меня. Мне нужно это, это узнать человека, понять, просчитать, выяснить, вычислить. Ты помнишь этот разговор? Я тебе говорила, милая моя, когда ты влюбишься, все эти твои доводы, они исчезнут. И сегодня я безумно рада за тебя, потому что я действительно вижу твои блестящие, даже отсюда, радостные глаза, полное счастье. Я видела в этом видео, как вы прекрасно общаетесь. И скажу тебе честно, Анфис, глядя в глаза Марины, я думаю, что это будет история счастливой. Спасибо, Олесь. В двух словах. Вы рады за Марину? Я, конечно, рад за Марину, но я взял бы под защиту Максима. Вы знаете, у него было 25 девушек, и напрасно упрекать его в том, что он какую-либо из них не открыл. Если бы он открыл все 25, то он был бы не мужчина, а взломщик. То он бы просто завел гарем, принял бы мусульманство, и все были бы его. Да, у него не было бы просто другого выбора, как сменить веру. Но поверьте, когда человек заводит гарем, он заводит целый гарем проблем. Узнаю, Олеся. Мариночка, я поздравляю тебя. Это большое счастье встретить того человека, с которым ты хочешь идти рука об руку. Ну, по крайней мере, какую-то часть жизни, пока горит любовь. Надеюсь, всю жизнь. Надеюсь, всю жизнь. Это, говорит, прагматичная Марина. Я тебя вдвойне поздравляю. Марина, которая влюбилась с первого взгляда и на всю жизнь. Спасибо тебе, Марин, большое. Иди к девочкам. Спасибо вам. Даша не так давно говорила мне, что вы, девчонки, после проекта дружите. Встречаетесь. Что вы еще вместе делаете? Мы просто болтаем. Ничего такого, как все девчонки. Просто болтаете. Хорошо. Съемочная группа посетила один из этих девичников, где вы просто болтали. Что может быть интереснее простой женской болтовни? Внимание на экран. Что мы с девчонками, уже у нас такая традиция небольшая образовалась. Мы шоу «Холостяк», часто смотрим, собираемся вместе. Ну, в основном у меня два. Мы сегодня собирались, чтобы посмотреть финальную серию «Холостяка». Я слышала, что там в конце будет что-то. Вау! Провизионально! Ну что? За нас, за девочек. За то, что мы общаемся с нас. Да, девочки, за девочек. Да, за нас. Ты слышала, что он только что сказал? Что? Это самое романтическое свидание в моей жизни. Он не только о ней это говорит. Он это говорит постоянно. У меня уже иммунитет к этой фразе. Это было божественно. А что было божественно? Что? Яна пусть расскажет. Что было божественно? Я на самом деле очень-очень рада, что я ушла посредине проекта. Я бы вот этого всего не выдержала. Там, по-моему, Крышева могла поехать. Вот, просто. Кристине Красовской. Было неприятно смотреть некоторые моменты, где они там целуются, зажимаются очень откровенно. Ну, в принципе, я-то ее понимаю, но он ей нравится до сих пор. Саша считает, что с ней не общаются все, потому что она победительница и девушки не могут. Все завидуют. Девушки не могут пережить проигрыш. Подождите, еще неизвестно, во-первых, кто победительница. Есть ли победительница? Есть. На карминалах. Я очень сильно... Я очень сильно не люблю желобов. Я их тоже не люблю. Ты не понимаешь. Для меня очень важно, что у мужчин... Как она к нему относилась, как она могла ему такого говорить? Если она все время говорит, что я такая, какая есть, вот такая, значит, она есть, я очень разочаровалась после этого. К Саше его влекло. То есть он был довольный, он был раскрепощенный. И его к нему не влекло. Хотя он говорил еще в Карпатах, что поцелуй только единственную. Возможно, сыграл какую-то роль и алкоголь, раскрепостил во всяком случае. Мне кажется, что у Саши с Максом может быть только какой-то роман, потому что между ними, да, исключение, и не более того. Ну, она очень держалась так. Ну, естественно. Сдержанно. Сдержалась. Моя-то сказала. Я бы уже там... У меня бы был в барах. У меня уже там заторвало все из Парижа. Да, я бы в сердце, но бы отвезли в реанимацию. С разрывом сердца. Да, типа двойки, три месяца жизни. Ну, Максим месяц снился вообще. Девочки, это стыдно сказать. Понимала, что он Яну не выжирет, но мне так... Я вместе с ней это все пережила. Вот на самом деле. Пожалуйста, не трогай мне причем. Пожалуйста. Пожалуйста. Я должна быть в конце, а не так более-менее. Это сказка. Посмотри на эту сказку. Это не сказка. Это страшный сон, как Саша. Ну, потому что она так себя стала вести. Она как будто сама не понимает, что... Ну, не должно быть так карио в своей девушке. Вот она все время говорила, я хочу отключать мозги. Ну, она. Она, по-моему, она отключила там мозги. Что-то было странное. Чего? Не впечатляет тебе? Нормально все. Ты чего? Яна и Кристинка. Должен был быть баланс и что-то среднее между Яной и Сашей. Помогла я бы оказаться эта девушка. Танюша, чтобы в нашей жизни были только сказки. У каждой из нас все с счастливым концом. Да. Всегда. Все. Саша делала все возможное и невозможное. И из-за этого, в принципе, ей можно дать должное. Я думаю, что Макс в данном случае играл роль трофея. Все. Она получила то, что хотела. Девочки, хочу вам сказать, что очень скоро вы сами сможете обо всем спросить и все выяснить у Максима лично. Да, он совсем скоро будет в этой студии. Максим Чемерковский. И не один, а с близким человеком. И этот человек не Саша. Не пропустите. Впереди самое интересное. Сразу после программы Викна. Под возвращением на шоу «Холостяк. Как выйти замуж». Это специальный выпуск программы, в котором мы узнаем, как снимался проект, через что пришлось пройти участникам шоу, а также как изменилась их жизнь после окончания проекта. Совсем скоро в студии появится наш «Холостяк», к которому у нас накопилось очень много вопросов. Зрители видели Максима очень сдержанным, постоянно сомневающимся.